На всякий случай начинай запись. Давай, Генри Кислин, что видишь? Старика вижу. Череп большой, лицо узкое, волосинки вот так торчат в разные стороны. Глаза, вот, веки красные, глаза впалые. Вижу человека, да, или живой, или вот, недавно переход, или скорость и переход. Скорость, это понятно, сейчас ускорим, дело не в этом. Кто он в рое, его функции. Понятно, что высший масон. Я не знаю, как эта функция называется, я просто слышу слово «соглядатый». Смотрящий. Так, а кому он отчитывается, тогда, если он присматривает? Как за пасекой присматривает за какой-то? Пасечник. Нет, матка-то понятно, кто, а пасека наша планетка. Что он, его функция, кем он был раньше в рое, понятно, что не в этом. Он стал одним из четырёх приближённых. Столб какой-то. Там как четыре столба были. Да. Квантовые компы, которые в центре, другое пространство квартала и прочее, много чего начинается наложением. Люди себя ассоциируют и как бы, ну, через них действуют. Он как за райвой силой присматривал, вот за количеством, за всем, за всем. Это не только как военный, но как тот, который смотрит за всем. Там были разные функции. Одни там выбирали пространство или удерживали пространство. Он именно за живой силой или рабочей силой. Вот всё общая. Картина. Это не тот, который только армия. Там кроме армии были ещё другие. Да. Китай. Он начал Азию всё поднимать. Это его проект был. С нуля Китай. С диких голодных муравьёв. Да, за численностью... Ну, не то что население, а за численностью роевой силы смотрел. Увеличение притока и всё прочее. Усиление. Это он в рое этим завидовал. Как давно он пришёл в рое? Ты раньше меня, позже? Мы пересекались? У меня идёт информация, что позже. В тот период, когда тебя там не стало. Угу. Я тоже что-то не чувствую. Ещё остальных трёх подсветив. Кто они? Они связаны с семейными узами. Зашипись. Тогда всех четвёрёх. Чё-то там компики, медузки что-то есть у него ещё? У него медузки есть, но они не встроены в его тело эфирное даже. Они внутри этих компиков. Компики такие интересные. Они имеют структуру полую внутри. И они в этом пространстве плавают, медузки. Они защищены квантовым полем, вот этим и по периметру. И в то же время влияют на качество и количество информации, на ту информацию, которую обрабатывают компы. Как-то так идёт. Не совсем по нему. Или совсем не понимаю. Просто говорю. В праве синего спроси. Что с этими делать компами и медузками? Это медузки тоже не живые. Это квантовые аналоги живых медузок. Синий говорит. А где сами компы-то сейчас? Я их пытаюсь видеть на территории Земли, и мне идёт просто слово «какие-то космические проекты». Может где-то на каких... Или на станциях, или где-то на Земле те, которые обслуживают эти станции. Да, я вижу, но куда эти космические... Они же не созданы на Земле. То есть эти космические проекты, получается, для обслуживания компов Роя, они летают, что ли? Реально? Реально. Труд. А зачем там люди? Рой не может сам ещё обслуживать. Не поняла, о чём ты. Люди, зачем космические проекты в нашем муравейнике? Подожди, как там мысль ушла. Не могу связать, к чему это ты спрашиваешь. Вот, блин, перемкнуло. Где эти компы физически? Космические проекты? На Земле делают что там? Ракеты, тарелки и прочее. Куда они летают? Мне идут космические проекты, что они находятся где-то на орбите. Они выведены из пространства, ну не на Земле именно физически, а где-то в пространстве, в атмосфере, на орбите. Сами компы сделаны на Земле уже, либо это роевые компы в космосе, но космические проекты это наши силы, летают и обслуживают, контакт держат с ними. Они сделаны на Земле, но технологии даны еще старые, роевские. Угу. А когда они были сделаны? Семьдесят третий, семьдесят восьмой. Ну, он как раз стал госсекретарем. Семьдесят седьмом и семидесят восьмом. Да, вот почему семьдесят восьмой год. Отлично, отлично. Собачки, пусть понюхают эти компы. И снесут нахрен, где бы они ни были. Все четыре. Спасибо. Продолжение следует... Канте Компик еще в голове, в спине, он замечательный. Ты это тоже сделал, да? Я его видел. Какие ритуалы он проводил в течение своей жизни? Ты знаешь, такое впечатление, что я его как в чистом держал. Несколько в самом начале, а потом только ему перенаправляли, как переадрес Атаман был, на него силу направляли. Он во множестве не участвовал, его держали белым чистым. Давай посмотрим, как работают вновь прибывшие военные. Позови одного. Личный состав, да, вижу. Покажи вот этого и скажи цель уничтожить. Я поняла, да. Что происходит? Приказ выполнен. Подсвети еще четыре столба и скажи всех, кто с ним связан. Уничтожить. Что они делают? Смотри. Я вижу хорошо, как они делают. Они пускают какую-то пуль вот сюда в лоб, но не происходит, как на физическом плане, что пуля входит, кровь и все. Да отсюда идут такие голубые, как разрастается, разрастается полностью по всему телу. Вот такая вот, ну как сердка или паутина, что-то вот идет. Разрушение именно на квантовом уровне. У них там нету компакта как такового. Они все как через все пространство ихнего тела по закачанкам. Это даже не платы в голове, это полностью все тело. Байден, то же самое. Как вроде вот можно сказать так, знаешь, чтобы попроще, что одно какое-то эфирное тело полностью заменено на квантовую составляющую, вот плата полностью. Да, да, ходят квантовые компы, которые слабо привязаны к квантовому компу на материи. Почти уже нематериальные квантовые компы, которые вот мы вызываем. Байден, Камала, Клинтон. Показываем все цели. Пусть копируются. Вот для чего они чудесно подходят. Они просто убирают квантовые составляющие тех людей, которые модернизированы таким образом. А теперь говори свободная охота. Показывай штаты и скажи за год очистить всех. Сколько нужно личного состава. 600 человек будет достаточно. Вперед. Пусть копируются. Покажи Трампа с компанией. Скажи, это свои. Да. Теперь покажи планету и еще отдельная группа. Тысяча человек чистит все. Они очень хорошо подсвечиваются. Если смотреть на эту планету, отходят немножко сверху. Сосредоточение таких людей, это идет по побережью Европы. В России, это где-то два города, это по-моему Москва и Питер, вот так недалеко. А потом мелкие огонечки. Вот там именно возле Японии, не Японии, а внизу, вот там вверху какие-то города. Вот там есть еще такие группы по несколько человек. А далее рассредоточения достаточно мелких между собой групп. Пусть начинают с России. Дальше идет на Азии, это Китай. Там довольно большое рассредоточение таких людей. Довольно большое. Япония не очень много. Ну и дальше там единичные уже пошли. В Израиле есть такая группа довольно серьезная. Не знаю. 26 человек или сколько там. Или 16, или 26. Какое-то такое количество идет. Таких людей усиленных подобным образом. И пусть уничтожают квантовые компы собачек. Собачкам показываются. Собачки таких людей находят. Находят квантовые компы и кушают. Да, эти люди хорошо видны. Если на них смотреть сверху, они как голограмма. Их эфирная часть, но она между телами. А их же так не найдешь никак. Чудесно. Реально охотник с собакой. Хорошая группа получила. Да, свободная охота. Выслеживание всех связей. Устранение одного. Выслеживание всех связей. И поиск следующего по связи. Собачка показывает кто. Они хорошо подсвечиваются сейчас от земли. Один военный поднялся вверх и на планшетку занес координаты. Можно их всех не беспокоить. Просто эту подсветку отключить, чтобы они не дергались. Жили спокойно, пока к ним доберутся. Координаты этой группы есть. Отключай, да. Дальше они сами. Да, засыщенные цели ориентиры и они уже доберутся. Отдельно в Сауде. Ты потом отдельно. Южная Корея что-то всплыла. Естественно, Лондон. Южная Корея и Китай, по большей мере, это как какие-то более, знаешь, дешевые копии. Зато их много. Да, много. Но они как-то подешевле сделаны уже. Шерпотреб может остались. Недавно начали. Естественно, таких как Кисленшер мало. Мало. Посмотри, комик Кисленшера. Рокфеллер покажи. Билла Гейтса. Понятно. Хиллари Обама и все остальное. И Голливуд. Ну, они сами знают все. Ладно, бой. Да. Как работают вчера запущенные молотилки? Молотят. Я по спине свои чувства. Все нормально. Может, там камни где-то. Что-то они не могут перемаловывать. Жалоб нет. Хорошо. Три года это не очень большой срок, но и не очень маленький. Медленно, спокойно идет. Кисленшер. Возвращаемся. Какие ритуалы он с кем проводил? Еще раз. Какие у него цели глобальные? Первые ритуалы, которые проводились в момент посвящения, сразу как быстро очень перепрыгивал. Там буквально несколько, и они не слишком обременены, скажем так, кармическими отработками. Остальные все делали за него, и на него только перенаправляли силу. Соответственно, кармическую отработку сбрасывали на большое количество людей. Цели и ориентиры примерно такие же, как были у Роя. И примерно такие же, как были озвучены по его программе. Пасечник удерживает количество пчел в каких-то оптимальных рамках. Какие-то взаимодействия с Трампом. Программы, его цели к отношению. Выкурить. Как давно это началось? А знакомство и взаимодействие на уровне 97-го года. Может, знакомство и раньше, но какое-то взаимодействие, что-то между ними. 97-й год. Потом 8-й, 16-й уже более плотно, а 1-й и 2-й год, даже не 2001-й, 2002-й, 2008-й такие вот базовые точки. 12-й и 16-й, дальше пошли. Его отношение к товарищу Сталину? Его мысли? Может, ритуалы какие-то он участвовал? Отношение опасности он чувствует от него. Ритуалы на начальных стадиях посвящения проводились. Его сила была подключена, у него достаточно много ресурсов и сил было в начале, даже на начальных стадиях посвящения. Какая ложа в начале его посвятила? Мне почему-то идет лондонская. Я понимаю, что жил он, вероятно, где-то, но я сейчас без анализа просто лондонская. Хорошо. Всех, кто такого же уровня, подсветите нем в первую очередь пусть забирают. Да, хорошо. Стандартно судья и зачистка пандерков. Хорошо. Почему вылез этот Клинтон, муж, Билл? Не знаю, что он рукой мажет. Может, он привлекает внимание слайперов-охотников. Как он связан с Киссинджем? Или он один из четверых? Те, что четверо довольно, ну, такого возраста постарше. Хорошо, Билл Клинтон. Кто он, что он, был ли в Роя? Билл Клинтон? Угу. От Обама чувствуется, от Клинтона я почему-то не чувствую. Чего он вылез, всплыл? Пустышка. И вот я же тоже Квантый Кумб? Да, он как фигура накаченная резиновая вверх поднимается. Да, вот именно так, как болванчик. И чё? Пустота какая-то, я не вижу там какой-нибудь такой. Хорошо. В Украине кто-то есть такой накачанной компанией? Один. Два. Три. Больше пока не держишь. Угу. Ну, покажи им тоже отдельная группа. Угу. Как поживает символ мироздания и каналы наши? Всё хорошо. Мы вчера смотрели. Угу. Позови парикмахера, двух им, и мужчину, и женщину, и... Ребята. Те, кто взаимодействует с символом, люди, посылай им парикмахера. Автоматически. Да, это программа, которая отрезает привязки к эгрегориальным структурам, чистит ментальный мусор. Да. Антенки, то бишь, волосы, связи со Вселенной восстанавливает, расчесывает. Да, восстанавливается связь со Вселенной. Голову моет, блох вычесывает и приводит мысли в порядок. Угу. У кого как. Но есть и такие случаи тяжёлые. А тараканов с головы пообирает? Ну, вот я тут блох, да. Угу. Всё, у нас достаточно на сегодня. Да, бра. Продолжение следует...